Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Извержения глубоководных вулканов долгое время считались бесполезными с точки зрения выделения энергии. Ученые отмечают, что среди их коллег считалось, что наземные вулканы выглядят впечатляюще, они рассеивают пепел по окружающей среде, а глубоководные извержения приводят лишь медленно движущимся потоки лавы. Но данные, собранные дистанционно управляемыми аппаратами в глубинах северо-восточной части Тихого океана и проанализированные учеными Университета Литца, выявили связь между способом рассеивания пепла во время подводных извержений и созданием больших и мощных потоков подогретой воды, поднимающихся с дна океана, ученые называют их мегатрубами, они содержат горячую воду, богатую химическими веществами. Размеры мегатруб огромны, объемы воды в них эквивалентны 40 миллионам олимпийских бассейнов. Их находили над различными подводными вулканами, но их происхождение остается неизвестным. Результаты новых исследований показывают, что они быстро формируются во время извержения лавы. Предсказать тип извержения вулкана стало легче. Помогли индикаторы вязкости Магмы учены разработали математическую модель, показывающую, как пепел подводных извержений распространяется на расстоянии нескольких километров от вулкана. Они использовали модель пепла, осевшего в результате исторического подводного извержения, чтобы реконструировать его динамику. Это показало, что скорость энергии, высвобождаемой и необходимой для переноса пепла на длинное расстояние больше, чем энергия, которую потребляет все население США. Исследования показали, что подводные извержения приводят к образованию мегатруб, но выделение энергии происходит настолько быстро, что она не может быть обеспечена только из расплавленной лавы. Вместо этого в исследовании делается вывод о том, что подводные вулканические извержения приводят к быстрому выливанию горячих жидкостей в земной коре, читать Дели вертолет Ингенити успешно взлетел на Марсе создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, в НАСА рассказали, как они доставят образцы Марса на Землю.